Господи Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, 22 сентября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам. Глава 5, стихи с 11 по 21. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн Креста прекратился бы, О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истыблены друг другом. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла к Галатам. Буквально вчера в день празднования Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии мы с вами читали предшествующий данному отрывок из этого же послания, говорили о том, что оно переносится на сегодняшний день из-за того, что в двунадцатый праздник читается послание к филиппийцам, но мы с вами уже пришли к тому мнению, что мы недавно читали это послание, поэтому, дабы не повторяться и не потерять из виду отрывок из послания к Галата, мы прочитали первую часть его вчера. Сегодня же читается вторая часть, оно так называется, в календаре, например, пишется подзачало, то есть в сегодняшний день, по идее, два этих отрывка читаются вместе, как один отрывок, неразрывно, но мы их разорвали для того, чтобы не потерять один из них. Итак, в сегодняшнем отрывке звучат довольно-таки странные слова, их нужно правильно прочитать, с правильной интонацией, с правильным пониманием, что же говорит здесь апостол Павел. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Возникает вопрос, какое такое обрезание проповедует Павел, если на протяжении предыдущих практически пяти глав, он говорил обратное, что теперь язычникам не нужно обрезываться. Но дальше идет пояснение, тогда соблазн Креста прекратился бы, о, если бы удалены были возмущающие вас. О чем здесь идет речь? Дело в том, что противники апостола Павла утверждали тот факт, что апостол Павел сам порою проповедовал обрезание. И действительно в Священном Писании есть эпизоды, когда Павел не, скажем так, не противился обрезанию некоторых людей, христиан, но это было очень ситуационно, и того требовала ситуация. Помним слова апостола Павла из другого послания, где он говорит, всем я стал для всех, чтобы спасти немногих. и здесь они говорят, что вот он проповедовал обрезание, теперь не обрезание, вот он вот так вот себя ведет, и он говорит здесь, за что же гонят меня, если я проповедую обрезание, то почему меня гонят? Если бы я действительно проповедовал обрезание и стоял на этих позициях, то есть они в принципе обвиняют его в лицемерии, в двоемыслии, в двуязычности, в какой-то излишней компромиссности, вот он говорит, а если бы я проповедовал обрезание, то в чем вообще тогда проблема? Почему они на меня нападают? Если бы я проповедовал обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы, тогда не было бы нужды вот этого конфликта, и тут он говорит, ой, если бы удалены были возмущающие вас, то есть он говорит, что они сами не понимают, что они говорят, ибо если я проповедую обрезание, то ко мне не должны быть никаких претензий, Но, пытаясь, скажем так, оболгать апостола Павла, они клевещут на самих себя. Далее, апостол Павел говорит о такой важном факторе, как о свободе. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. И далее вот эта мысль апостола Павла развивается. Общество галатов, как и, в принципе, другие церкви языческие, точнее, церкви, где большую часть христиан составляют люди из бывших язычников, они тяготели к различной партийности, к различным внутренним каким-то конфликтам, делениям на различные группы. Вспомните послание к Коринфянам, которое мы с вами недавно читали. Апостол Павел там прямо говорит о том, что есть Кифин, есть Аполлосов, есть Павлов, а все должны быть Христовы на самом деле. И здесь он говорит о том, что мы все свободны, но эта свобода должна идти к назиданию, а не к угождению плоти. Нужно любовью служить друг другу. Свобода и любовь должны являться теми скрепами, которые будут соединять людей в пространстве церкви и веры. Ибо весь закон в одном слове заключается, говорит апостол Павел, «люби ближнего твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истыблены друг другом». И здесь апостол Павел как раз-таки говорит о вот этой внутренней раздробленности, внутренней, скажем так, закрытости друг от друга Галатийской церкви. И апостол Павел дальше в 16 стихе говорит о том, что можно противопоставить вот этой раздробленности. Этой раздробленности нужно противопоставить дух, от которого Галатийцы, последуя, скажем так, советом вот этих лжеапостолов, отходят. Они сами надевают на себя иго закона, отказываясь от благодати духа. Они благодать духа приняли, но теперь отказываются от нее, смущаясь словами лжеапостолов. И апостол Павел говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Но именно вожделение плоти ведут к распрям и к раздорам. И здесь апостол Павел говорит об этих делах плоти. Он перечисляет их, начиная с 19 стиха, он говорит, что есть дела плоти, они известны. Он перечисляет их, это любодеяние, блудничество, татане, потребство и так далее, и так далее, и так далее. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. То есть должна быть свобода, но свобода не к угождению плоти, не к делам плоти, а свобода в духе. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Дальше, дальше, в конце пятой главы, начале шестой, идет перечисление дел духа. И вот этот антагонизм дел плоти и дел духа очень важен. И мы все с вами живем вот в этом пространстве, пространстве борьбы. Вспомните Достоевского, да, сердце человеческое, душа человеческая – это поле битвы, и в нем бьются и дьявол, и бог друг с другом. Поэтому здесь то же самое. Наша жизнь – это всегда выбор, это всегда выбор в сторону жизни духа. И апостол Павел напоминает нам об этом сегодня. Он говорит, что плоть всегда желает противного духу. Поэтому мы должны упражняться в делах христианских добродетелей, в свободе и любви, в следовании заповедям Христовым, которые укоренены в заповедях Ветхого Завета. Именно нравственных заповедях. Ибо слова «возлюби ближнего своего, как самого себя» – это мысль своими корнями укорнена в ветхозаветной морали, еще в книге Второзакония. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, сия из первой и наибольшей заповеди. Вторая же из них, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя». Господь наш Иисус Христос повторяет ее, цитируя Ветхий Завет. Дальше же его заповедь – это «Долюбите друг друга». Будем же и мы, дорогие братья и сестры, любить друг друга и поступать по духу, отвергнув от себя дела плоти. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова